Рождественско-новогодний цикл праздников на этой неделе сначала по двери в детской школе искусств концертом «Рождественские встречи», на котором пели самые разные калятки и рождественские песни. Воспитанники Дэши И Народная капелла натхнення. И с любовью циклитаемо, и с любовью циклитаемо, шеверный вечер, скоты-вечи. И с любовью циклитаемо, шеверный вечер, скоты-вечи. А в воскресенье 19 декабря окончательную точку в новогодних святках поставило водохрещение. Традиционное для этого праздника купание прошли в Ярсклубе «Белые крылья», причем сразу в трех местах. Считается, что купаться в такой день помогает исцелиться от разных недугов. Жестких правил нет, но, как обычно, во время купания три раза ныряют в воду с головой, при этом верующие крестятся и произносят во имя Отца, Сына и Святого Духа. Отсюда сразу и трехкратное окунание становится понятно. Святые Отцы воду осветили. А про теории Юрий даже окунулся под аплодисменты присутствующих. Вы один из немногих священников, которые даете пример для прихожан. Я думаю, что это не прикладом. Прикладом это открытие сердце, прикладом пойти в храм, запалить свечку, причаститься. Это и приклад, это традиция. Я думаю, что для духовности она великого значения не имеет. Температура воды, как утверждают окунавшиеся, такая же, как и в обычной проруби, а вот снега и низкой температуры воздуха немножко не хватает. Только здесь хуже. Мороза нету. Аж с тебя пар идет, а сейчас не идет, к сожалению. На душе легче, и энергия появляется, настрой на добро и желание что-то доброе творить. Подробнее об этих мероприятиях смотрите в новостях Славутища в среду 22 января. Хотели еще раз подчеркнуть, что новогодние праздники закончились, но вспомнили, что закончились славянские, а в следующую субботу – китайский Новый год.